Всем привет! Наконец-то и в нашу Сибирь пришло, хоть не лет, но весна. В субботу было плюс 30. И естественно, когда на улице жарко, хочется такого замечательного блюда, как крошка. Сегодня я буду готовить. А еще, смотрите, какой у меня получился шикарный хлеб. Ссылочка на хлеб будет под видео. По крошке я буду использовать лук зеленый, у меня свой сдача яйца, огурцы. Огурцы магазинные, поэтому я кожицу сниму. Картошка, в самом деле, отваренная. Я буду делать крошку с мясом. Там у меня примерно 300 грамм. Можно с колбасой. И слой домашний квас. В квас я, когда стало тепло, ставлю слой, домашний. Вот сегодня уже буду следующий слой. У меня весь он гуляет. Картофель нарезаю кубиками. Мясо также нарезаю кубиками. Мясо, конечно, лучше было бы говядина. Но свинина тоже пойдет. Главное, чтобы салостно срезать. Хоть магазинный огурчик и вкусно пахнет, но кожу я его все равно счищу. Резать огурец тоже будет говядина. А крошечный салат у меня готов. Я знаю, что многие делают, как оставляют отдельно салат, отдельно квас. В тарелочку вкладывают салат, заливают квасом. Я так не делаю. Сколько я помню, в моей семье всегда заливали вот этот салат квасом сразу. Поэтому сейчас я перекладываю вот этот весь салат в кострю в начале. Все на месте. Укроп я буду использовать в свой дачный замороженный. В таких пакетиках я замораживаю очень удобно, не хочу в магазине. И теперь заливаю всю эту массу квасом. Соль добавляю по вкусу. С домашним квасом, да еще со сметаной, да еще и вот с таким домашним хлебом пышным, ароматным. Окрошка просто пальчики оближешь. Ссылочку на хлеб я оставлю под видео и на экране появится ссылочка. Если кто желает такой хлеб быстрее, пройдите по ссылке. По окрошке я пробовала окрошку готовить и с сывороткой, и на кефире, и уксус с водой. Но никакое сравнение это не идет с домашним квасом. Готовьте, пишите отзывы, пишите комментарии. На сегодня это все. Благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok